И у нас следующий спикер, это тоже представитель сервиса, крупнейший, тоже крутейший, одного из лидеров ЦРМ систем России, это АМА ЦРМ, Матвей Кардаш, давайте мы поаплодируем. Спасибо. Да, вроде хорошо слышно. Да, огромное спасибо за приглашение, что у меня есть возможность выступить сегодня перед вами. Собственно, с Пасиком мы тоже сотрудничаем не так давно, но сотрудничество уже плодотворное, слушай, десятка некоммерческих организаций уже успело зарегистрироваться бесплатно в нашей системе, и мы за это очень благодарны. Если среди вас есть те компании, которые пользуются нашей системой, то после своего доклада я с радостью выслушаю ваш футбэк, действительно будет интересно вас послушать. И если после моей презентации кого-то заинтересует наш продукт, вы даже пойдете зарегистрируетесь, я оставлю свою почву в конце и обязательно пишите свои комментарии, ваше пользование нашей системой, будет интересно узнать, послушать. Ну что ж, давайте перейдем к сути. АМСРМ – это бизнес-софт, и, возможно, кто-то из вас пользуется, можете поднять руки, если такие есть. Так, замечательно. Кажется, никто не будет поднимать руки, если честно. Здорово, тогда вы нас знаете, надеюсь, у вас приятно пользуются, но потом сможете мне рассказать, как все на самом деле. Итак, АМСРМ, повторюсь, это бизнес-софт, то есть на самом деле мы заточены под работу отдела продаж. То есть с нами пользуются менеджеры по продажам, наша система повышает их эффективность, помогает не терять клиентов, всех обязательно записывать, ставить задачи и повышать продажу. Ну и, казалось бы, у вас наверняка сейчас возник очередной вопрос. Продажа, НКО, при чем тут мы? Я постараюсь на этот вопрос ответить. Смотрите, в идеологии СРМ в центре стоит клиент, потому что эта аббревиатура расшифровывается как Customer Relationship Management, то есть процесс взаимодействия с клиентом, управления взаимодействием с клиентом. Клиент номер один. Философия, идеология СРМ. Разумеется, у НКО никакой подобной терминологии нет, там не нужны никакие клиенты. Речь может идти либо о спонсорах, либо о волонтерах, если мы говорим о каком-то мероприятии, для которого нам нужны люди, которые возьмутся бесплатно помочь на добровольных началах. Что еще? Отлично. Это припители, да. Вот здорово. Вы мне можете рассказать после мероприятия, после мероприятия, и, возможно, мы сделаем какие-то выводы на основе. Итак, и, собственно, сегодня я бы хотел вам рассказать, как я вижу применение нашего бизнес-софта именно для НКО. И чем наша система может быть полезна именно при работе со спонсорами и при работе со спонсорами. Итак, что интересного со спонсорами и с волонтерами? Разумеется, нам нужно их для начала найти. Правильно? Но мало их найти. Нужно всех записать, потому что в дальнейшем мы будем все равно с ними поддерживать коммуникацию. В принципе, логика. Работа такая же, как с клиентами. Всех нужно записать. Почему? Если спонсоры, то, согласно статистике, у некоторых фондов, которые мне об этом рассказывали, до 70% пожертвований в структуре могут составлять повторные пожертвования. То есть это те пожертвования, которые приносят люди не первый раз. Поэтому очень важно общаться, продолжать общение с теми, с кем мы, кого мы уже записали впервые. Что касается волонтеров, то тоже, если мы планируем какое-то мероприятие, то гораздо проще договориться с тем, кто уже принимал в нем участие и имеет приятный опыт сотрудничества с вашей компанией. Итак, как обычно всех записывают? Причем это как в бизнесе, так, я уверен, и у фондов. Обычно мы берем Excel, или если мы боимся воспользоваться Excel, мы берем, открываем обычный блокнот, тетрадку, и фиксируем всех там. Это очень неудобные и громоздкие решения. Да, что простите? Мы Google Form используем, чтобы сразу все несколько подобных моделей. Нет, это очень здорово. Я не против Excel, не против Google Form, не против каких-то других решений. Некоторые с помощью своих программистов пишут собственные самописанные системы, которые учитывают в виде базы данных и так далее. Но, как правило, это все на самом деле громоздкие решения не суперудобные. Потому что даже в Google таблице, если вы мастер профессиональной, ей пользуетесь, все равно можно кого-то потерять. А как в Google таблице, например, учитывать коммуникацию с каждым отдельно взятым человеком, с каждой отдельно взятой компанией, спонсором, донором, неважно. Вы же не будете брать, копировать письмо из почты и заносить туда в Google таблицу. Это очень неудобно. И тут как раз-таки и приходит на помощь CRM-система. Потому что, согласитесь, было бы здорово, если бы существовала такая платформа, которая позволяет все фиксировать автоматически. То есть, не тратить силы человека на то, чтобы он открывал эти кратку, или открывал Google формы, Google таблицу, для того, чтобы всех туда занести. Если бы был софт, который делает это все автоматически, причем неважно, по какому каналу к нам обращаются люди, было бы здорово. Вот CRM как раз-таки для этого и существует. Они помогают учитывать всех, вне зависимости от того, по какому каналу к нам эти люди обращаются, эти компании. И, к слову, согласно статистике ассоциаций фандрайзеров, внедрение CRM повышает на 20-30% эффективность общения со спонсорами. На 20-30% эффективность общения со спонсорами. Если еще и правильно настроить CRM-систему, именно под свои нужды, то речь может идти вообще о эффективности, которая в десятки раз. Я не преувеличиваю, сейчас я вам расскажу какие-то небольшие примеры того, как я вижу применение CRM. Итак, во-первых, помимо традиционных способов взаимодействия с клиентами, ну, прошу прощения, технологии профессионально, обязательно иногда, помимо традиционных способов взаимодействия с теми, кто к нам обращается, таких как телефон, email, есть сегодня огромное количество разных онлайн и диджитал инструментов для коммуникации. Например, формы на сайте. Например, если у нас есть какой-то проект, какое-то мероприятие, для которого мы сделали сайт, и мы хотим найти волонтеров, не обязательно идти в какие-то специальные группы ВКонтакте, не обязательно идти в какую-то специальные группу в любой другой социальной сети. Можно сделать форму на сайте. Как правило, мы для этого берем программистов, которые что-то нам там докручивают за какие-то деньги. Вам, все равно, это можно все сделать самостоятельно, бесплатно, с помощью встроенного конструктора. Вот так он выглядит. Вы можете, причем, выбрать любые поля, которые вы хотите в нем отобразить. Ну, в данном случае, стандартные. Имя, телефон, имейл. Какие-то примечания человек может оставить. И как только он это сделает, автоматически вся информация, которую он заполнил, упадет вам из экрана. То есть это произойдет автоматически. И вам не нужно будет брать ручку, открывать таблицу и кого-то записывать. Система все сделает за ручку. Это один из первых. Но мало записать, правильно? Нам нужно еще планировать какие-то действия, какие-то задачи, чтобы в дальнейшем коммуницировать с теми, кто к нам обратился. Как это можно делать вам и с вами? Помимо планирования каких-то онлайн-коммуникаций, ну, типа позвонить человеку, не забыть вот это, или написать ему письмо. Такую задачу можно поставить вам еще. Мы можем спланировать, например, оффлайн-встречу. И в том случае, если вы это сделаете с помощью Amos.RM, ваша встреча, как только вы запланируете на определенное число, отобразится в вашем Google календаре. Это будет выглядеть примерно вот так. Потому что у нас есть синхронизация с Google календарем, и вам будет удобно отслеживать все ваши встречи, вообще все ваши задачи, не только встречи, как в Google календаре в привычном интерфейсе, так и на стороне нашей системы. И это были только частные примеры применения. Разумеется, их гораздо больше я могу вам рассказать, но времени не так много, поэтому, если позволите, я расскажу в целом, как глобально наша СРМ-система может пригодиться. И так, ну, во-первых, удобный интерфейс. Казалось бы, ничего нового, но на самом деле это играет большую роль, потому что чем проще на первой стадии упользоваться, происходит процесс взаимодействия с продуктом, чем проще обучение, тем больше шансов, что оно этим продуктом будет пользоваться. Поэтому мы с самого начала решили сделать так, чтобы у нас не было никаких лишних кнопок, чтобы у нас не было никаких лишних полей, чтобы все было предельно очевидно, предельно понятно сразу. Чтобы не нужно было тратить много времени, чтобы понять, как этим пользоваться. Вы обычно знаете, как бывает? Рассказывают про какое-то кооперативное решение, говорят, что оно очень простое, и его открывают, а вы громоздкие, неудобные, неуклюжие, вы не понимаете, как им пользоваться, придется на это все, жалейте, что потратили деньги и так далее. Я вам обещаю, самый СРМ совсем не так. И, к слову, у меня с собой наутбук, если кого-то заинтересует, могу вам потом показать, как выглядит наша система вживую, как в ней выполнять какие-то типовые операции, задачи и так далее. Итак, удобный интерфейс. Помимо того, что мы заботимся о пользователях, мы заботимся о тех, кто этим менеджером, пользователем будет выдавать задачи. То есть руководитель, для которых важно отслеживать активность пользователя внутри системы. И, к слову, вы можете практически любую статистику замерять на стороне А на СРМ, она сама будет вам генерировать отчеты, вам не нужно будет ничего делать вручную. Какие отчеты вы можете посмотреть на стороне А на СРМ? Например, сколько времени ваши сотрудники в ней проводят. Можете посмотреть, какой канал коммуникации приносит вам больше заявок. И на основе этого сделать выводы, и какие-то каналы, возможно, исключить. Может, вам не нужны все каналы коммуникации. Может, социальные сети не приносят такое огромное количество запросов, как вы хотите. Насчет социальных сетей и многих других источников коммуникации. Все они интегрируются с А на СРМ. Все это встроено в нашу систему. Это делается очень легко через настройки, выбираете любой канал. А и телефония. Можно подключить сервисы email и рассылок, в частности, Unisender, о котором сегодня рассказывают, тоже можно подключить к нашей системе. В сервисе SMS-рассылок можно подключить социальные сети, наконец. В Facebook, если у вас есть страница в Facebook или ВКонтакте, и вам туда часто задают какие-то вопросы, непременно такой запрос сохранится на стороне АМСРМ. Вам даже не нужно будет открывать какие-то параллельные окна и переписываться с тем, что в социальных сетях. Все вы можете делать прямо из АМСРМ. У нас очень удобные, встроенные мастерки. Вы просто выбираете, по какому каналу и что вы ответите человеку. И все. И напоследок, есть у нас такой инструмент, как Digital Warlock. Он вообще снимает с ваших менеджеров все противные операции, которые только возможны. Иными словами, система может сама отправить письмо. Может сама отправить SMS-рассылок. Может сама дать менеджеру задачу перезвонить в нужный момент. Ну, например, если вы отправляете всем, кто к вам впервые обратился, email, и в него вкладываете ссылку на ваш сайт, то после того, как человек перейдет на эту ссылку, менеджеру на стороне системы автоматически упадет задача связаться с этим человеком. И такой контакт будет максимально эффективным, потому что человек заинтересовался. Его интересно будет вас выслушать. И если он услышит живую консультацию, это будет гораздо эффективнее, чем он просто изучит сайт. И все это может делать система. Не буду долго про это рассказывать. Могу показать, повторюсь. И последнее – это аппер-разработчик. Это интерфейс для разработчиков. И условно, если у вас есть программисты в вашей компании, и у вас есть потребность, ну, выражусь в группу, допилить функцию AMO-SRM, допустим, вам чего-то не хватает, это можно сделать, потому что у нас открытые данные, и любой программист может залезть и интегрировать, например, AMO-SRM с какой-то вашей системой, которую вы уже сейчас используете. Все это возможно, и наши данные активы. И, собственно, НКО могут пользоваться нашей системой совершенно бесплатно, до 6 месяцев и больше. Есть некоторые нюансы. Предлагаю, с ними ознакомиться на сайте Пасеки. Можете оставить заявку там. Если вы так сделаете, буду вам очень благодарен. На этом у меня, пожалуй, все. Огромное вам спасибо. Вот мои контакты. Отлично. Прямо вровень 12 минут, поэтому есть время на вопросы. Да, конечно. А есть ли это, да, с Минисендером? Да, есть. Не только с Минисендером Мелчик, еще другие сервисы, СМЛ России. Еще вопросы? А вот у меня вопрос. Есть, по-моему, какая-то документация, а есть что-то такое попроще, какой-то там быстрый старт, допустим, в AMO-SRM? Да, у нас на сайте, я понял вопрос, у нас на сайте есть раздел «Ролица возглавлива» как называется. Но давайте сейчас прямо посмотрю, если вы позволите. Буквально пару секунд потрачено. Все-таки он для диджитал-технологий. Телефон всегда под рукой. Турпопродукт, вспомнил. Называется этот раздел «Турпопродукт», там буквально 10 минут чтения, где вы сможете узнать какие-то базовые функции AMO-SRM, как их настроить, как им пользоваться и так далее. Если не хватит этих 10 минут, у нас есть YouTube-канал, где есть ролики, в которых рассказывается о нашем функционале, есть обучающие ролики на основе наших вебинаров. И кроме того, на сайте, в нашем же опять AMO-SRM.ru, есть база данных, где полностью расписан весь функционал и все возможности нашей системы. А можно еще от вас? Среди партнеров AMO-SRM, с вашей компанией, которая занимается предъявленными сервисами, есть ли среди технических поддержек, как МКО? У нас огромное количество партнеров. К сожалению, вам точно сейчас соответствовать на этот вопрос не могу, потому что именно такой статистики мы не ведем. Мы опять-таки с Пасиком начали сотрудничать касательно взаимодействия СНКО совсем недавно. Но если у меня напишется на почту, я могу потратить время покопаться и возможно кого-то нажимать. Спасибо большое. Спасибо. Большое спасибо.